друзья всем привет сегодня мы будем разбираться с загадочным хромакеем что это такое и с чем как говорят его едят для того чтобы с ним разобраться я приобрел на алиэкспрессе вот такую ткань 2 на 3 метра зеленую и вот такую стойку 2 на 2 метра поэтому прежде чем мы приступим к самому священодействию с хромакеем надо заняться будет немножко монтажными работами все это я приобрел на алиэкспрессе обошлось мне не так дорого ткань 730 рублей рамка полторы тысячи рублей в общей сложности не трудно посчитать немногим больше 2000 шнурок для натягивания ткани видимо такие огромные прищепки 4 штуки и сама рамка находится вот в таком чехле раскрываем настойка почему я решил это сделать на улице потому что дома полный размер ее разместить можно но честно говоря сложно чтобы увидеть весь процесс сборки и затем ее увидеть в полном виде так что у нас есть три трубочки собирается она легко и просто как я понимаю так вот раздвигается ножка 1 и точно также раздвинем вторую ножку и дальше собирается перекладина на которую и будет собственно навешиваться эта ткань зеленая ножка телескопическая выдвинул верхнюю часть трубки и сейчас подниму вторую часть трубки и в итоге рамка поднимется на 2 метра честно говоря не знаю что там попало в объектив во время монтажа но рамка в собранном виде выглядит вот таким образом давайте навесим ткань и посмотрим как она будет сейчас съемка идет солнце у меня сзади поэтому никаких теней вообще нет на самом полотне и судя по той теории которая изучил до того картинка на заднем фоне должна быть качественная вот еще один вариант хромакея выделяем только один уголочек а небо у нас будет естественным теперь солнце передо мной приходится много щуриться и попробуем что получится на хорошем солнце а сейчас рамку зеленой тканью установил дома и проведем испытание здесь главное как вы уже сами наверное заметили для хорошего хромакея нужен качественный фон он должен быть максимально однородным без пересветов и мерцаний как у меня в первом случае на улице где злую шутку сыграла яркое солнце сильно высветившие зеленый фон поэтому как я понимаю освещение для съемки нужно выбирать не агрессивная а лучше мягкая считается что лучшие цвета для хромакея зеленый и синий такие цвета не встречаются в оттенках человеческой кожи и в итоге хромакея не съедает человека на экране вообще хромакея переводится с английского как цветовой ключ и смысл технологии в том что в одной композиции совмещается два и более изображений достигается это за счет того что в нашем случае зеленый цвет хромакея обесцвечивается и его можно заместить любым изображением или видеорядом это волшебство вы сейчас и наблюдаете только что я гулял по окрестностям кисловодска а теперь перенесся шумный и многолюдный чикаго а следом оказался безмолвном подводном царстве важная деталь при съемке на хромакей нужно избегать одежды совпадающей с фоном цвета хромакея иначе но вы сами понимаете она исчезнет иногда это делается специально чтобы добиться какого-то эффекта например чтобы в кадре остались только лицо и ручки монтируется хромакей на компьютере специальных программах моем видеоредакторе movavi видеосвита такой инструмент имеется проведу сейчас короткий урок на первую видеодорожку размещаем трек с фоном который будет у нас за спиной на второй дорожке видеоряд записаны на хромакей далее открываем инструмент хромакей выделяем вторую дорожку вокруг кадра появляется синяя рамка у меня хромакей по умолчанию установлен на зеленом цвете если требуется удалить другой цвет выделенной части щелкаем пипеткой по нужному цвету вот собственно и все премудрости посмотрим на итоговый результат хромакей широко используют блогеры на телевидении да и вообще где требуется использование этой технологии надеюсь вам интересен был мой видеорассказ если так то не скупимся на лайки и подписываемся на мой канал кто этого еще не сделал у кого есть вопросы по хромакею жду их комментариях постараюсь на них ответить всем добра здоровья пока пока он 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 Субтитры подогнал «Симон»